всем привет если вы являетесь любителем китайских гаджетов либо же вы просто достигли просветления и стоите перед выбором какой китайский смартфон купить для себя в 2016 году но совершенно не разбирайтесь в вопросе вам лень или просто не хотите курить кучу мануалов то это видео вам будет как подорожник на больную ранку как панацея от всех болезней как универсальный ответ на вопрос что лучше купить и так вот вам топ 10 смартфонов из китая которыми пользовался лично я держал их в руках тестировал ходил с ними как с основными продолжительное время и с уверенностью могу рекомендовать к покупке всем без исключения это определенно лучшие смартфоны по соотношению цена и качество поехали 10 место meizu m2 mini meizu m2 mini не появился бы на свет без вливаний в компанию мезу финансовой поддержки alibaba group первые партии смартфона м2 mini расходились как горячие пирожки и до сих пор продажи бюджетных смартфонов meizu составляют около 50 процентов всей выручки компании это при том что помимо производства смартфонов фирма занимается разработкой софта и производством музыкальных аксессуаров m2 mini же представляет из себя пластиковый смартфон с шикарным 5 дюймовым экраном имеет неплохую 13 мегапиксельную основную камеру и 5 мегапиксельную фронталку аккумуляторную батарею емкостью 2500 миллиампер часов центральным процессором выступает четырехъядерный mt6735 которому помогают 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигов расширяемой встроенной смартфон определенно стоит своих денег тем более что в китайских интернет магазинах ценник на него начинается от 110 долларов девятое место meizu m2 и m1 ноут если углубиться в историю то можно вспомнить что в начале 2015 года была представлена линейка meizu m1 которая начиналась с m1 ноут и m1 mini m1 ноут с его разноцветными задними крышками довольно производительным процессором mt6752 от mediatek быстро набрал популярность по всему миру его камера с широкими настройками ручного режима вполне могла потягаться с прошлогодними флагманами от samsung при том что ценник в 200 долларов на китайских торговых площадках так и манил поклонников недорогих и качественных гаджетов m1 mini же напротив не снискал такой популярности ведь поддерживал только китайские сети зато последующая новинка m2 ноут просто взорвала рынок до сих пор meizu m2 ноут занимает достойное звание бестселлера на многих торговых площадках вроде алиэкспресс и джейди главные отличительные признаки линейки это 5 с половиной дюймовые экраны с разрешением full hd прекрасные камеры емкие аккумуляторные батареи по 3000 миллиампер часов и не самые говеные процессоры mt6752 в m1 ноут и немного менее производительный mt6753 в m2 ноут заслуженное девятое место восьмое место xiaomi redmi note 2 xiaomi redmi note 2 смартфон который был представлен в конце лета 2015 года но его железо до сих пор актуальны и будет таковым еще очень долгое время неудивительно ведь именно xiaomi redmi note 2 был использован флагманский процессор helio x10 при том что цена за младшую версию в китае начиналась от 140 долларов сейчас можно найти данный аппарат еще дешевле что представляет из себя xiaomi redmi note 2 и почему он обрел такую популярность все просто 5 с половиной дюймовый full hd ips экран 13 мегапиксельная основная и 5 мегапиксельная фронтальной камеры аккумулятор на 3050 миллиампер часов с быстрой зарядкой 2 гигабайта оперативы и на выбор 16 или 32 гигабайта встроенной памяти с возможностью расширения поддержка международного lte в широком диапазоне и самое главное отличие от смартфонов meizu это наличие огромного множества сторонних прошивок на любой вкус а как следствие и более широкие возможности кастомизации 7 место xiaomi redmi 3 анонсированный в январе 2016 года мелкий 5-дюймовый смартфон от сяоми с завода имеется них всего лишь 105 долларов но за эти деньги предлагает весьма внушительный набор железа это snapdragon 616 в качестве центрального процессора 13 мегапиксельная основная камера и 5 мегапиксельная фронталка металлический корпус под которым скрывается аккумуляторная батарея емкостью аж в 4100 миллиампер часов позволяющие записывать смартфон в ряды долгожителей но и это еще не все производительное железо в купе с малым разрешением экрана 1280 на 720 пикселей позволяет смартфону не только жить от одного заряда более двух дней при умеренном режиме но и запускать требовательный к ресурсам железо игры и быстро отрисовывать интерфейс потрясающий девайс вполне заслуживающий седьмого места шестое место летиви 1s x 500 летиви 1s на первый взгляд взялся из ниоткуда но на самом деле это не совсем так на внутреннем рынке китая идет непрекращающаяся война между мобильными брендами как только кто-то выпускает хороший недорогой смартфон обязательно найдется ответ который будет еще лучше и еще дешевле таким ответом на выход сяоми редми ноут 2 стал летиви 1s x 500 детище медиамагната летиви являющегося в китае аналогом ютуба в отличие от конкурента x 500 имеет металлический корпус 13 мегапиксельную камеру умеющую записывать 4к видео и 5 мегапиксельную фронталку отличный звук в наушниках благодаря технологии dts sound сканер отпечатков пальцев и разъем usb type c с двух сторон зарядного кабеля основой аппарата является турбированный процессор helio x10 а 8 ядрах но главное конкурентное преимущество это цена для китая она составляет всего лишь 170 долларов а для индии 160 с возможностью взять беспроцентный кредит именно благодаря этому они продают по 100 тысяч новых устройств ежедневно по всему миру хотя и утверждают что продают летиви 1s по цене ниже себестоимости и теряют с каждой продажи по 20 долларов но лично я не могу сказать насколько это правдиво пятое место xiaomi redmi note 3 xiaomi redmi note 3 вышел спустя менее полугода после релиза xiaomi redmi note 2 и стал ответным ударом по продажам летиви по всему миру в смартфоне исправили все что только можно было исправить у него идеальный баланс троттлинга и нагрева неплохая камера на 13 мегапикселей записывающие full ht видео очень быстрый сканер отпечатков пальцев на задней стороне металлический корпус инфракрасный порт как и у конкурентов и емкая аккумуляторная батарея на 4100 мАч прибавьте ко всему вышесказанному 5,5 дюймовый full hd экран и ценник от 160 долларов с доставкой по всему миру за младшую версию и вы получите лучший бюджетный смартфон 2015 года в 2016 еще никто не смог предложить ничего подобного единственный минус смартфона не расширяемая встроенная память но покупка более дорогой модели с 32 гигабайтами внутреннего пространства решают все проблемы это потрясающий смартфон очень долго живет от одного заряда и долго не уходит в троттлинг показывает прекрасные результаты в играх его прошивка очень хорошо оптимизирована под уже хорошо обкатанный хилю x10 с частотой до 2 гигагерц а неплохой дизайн и премиальные материалы корпуса дополняют образ флагманского устройства тем не менее это бюджетник пожалуй на данный момент лучший бюджетник который можно приобрести 4 место meizu mx5 meizu mx5 прошлогодний флагман но учитывая его ценник от 270 долларов вполне можно записывать его в средне ценовой сегмент смартфон невероятно стильный особенно в сером исполнении абсолютно черный пяти с половиной дюймовый full hd super amoled экран аккуратно вписан в ультра тонкие рамки цельнометаллического корпуса премиальность чувствуется во всем в 20 и 7 мегапиксельной основной камере которые фотографируют на уровне неплохих мыльниц а наличие ручного режима и лазерный автофокус расширяют ваши возможности как мобильного фотографа быстрая зарядка может зарядить аккумулятор емкостью 3150 миллиампер часов менее чем за час смартфон не только стильный но и мощный производительный процессор helio x10 turbo тянет все игры на максимальных и на ультра настройках графики в минусы смартфона можно записать нерасширяемую внутреннюю память и поддержку сетей lte в очень скудном диапазоне частот третье место oneplus x если бы в мобильном мире давали награды за самый крутой внешний вид то все оскары несомненно собрал бы oneplus x это стиль в чистом виде запечатанный в алюминиевую резную раму и стекло с двух сторон либо же на выбор керамическую раму и стекло черный цвет смотрится футуристично и порой кажется что держишь в руках какую-то инопланетную технологию они китайский смартфон стоимостью чуть более 250 долларов денег своих он определенно стоит лишь только за то что аналогов ему по дизайну и экспириенсу нет тонкий легкий эргономичный корпус вместил в себя 5 дюймовый full hd экран супер амолед матрицей это лучший экран который я когда-либо видел в мобильном телефоне остальные характеристики также не подкачали snapdragon 801 в качестве процессора 3 гигабайта оперативной памяти 16 или 32 гигабайта памяти встроенной с возможностью расширения камеры на 13 и на 8 мегапикселей аккумулятор на 2525 миллиампер часов я без малейших зазрений совести могу заносить oneplus x в список самых лучших смартфонов которые у меня когда-либо были второе место xiaomi mi 4 си одним из самых технически навороченных и в то же время одним из самых сбалансированных и приятных смартфонов является xiaomi mi 4 си продолжение нашумевшего флагмана xiaomi mi 4 смартфон отличается приятным внешним видом и размерами это один из самых компактных 5 дюймовых девайсов которые я когда-либо держал в руках у него неплохая камера на 13 мегапикселей с шикарным ручным режимом отличный звук в наушниках игровая производительность и время жизни от одного заряда неплохой баланс троттлинга и нагрева позволяют назвать его одним из самых холодных девайсов а благодаря соотношению цены и качества можно назвать xiaomi mi 4 си хорошей покупкой которая прослужит вам долгие годы и наконец первое место зук z1 да вот так неожиданно в одночасье бренд зук рожденный lenovo с низкого старта покорил меня сочетанием всех характеристик и поразил безупречным качеством что характерно это не самый дорогой на сегодняшний день флагман его вполне можно купить за цену ниже 300 баксов и поверьте моему опыту это стоящий смартфон самое главное при таких же характеристиках как и one plus one он стоит дешевле у него лучшая батарея и больший объем внутренней памяти в телефоне прекрасно все начиная от автономности за которой отвечает аккумулятор на 4100 миллиампер часов и камеры с оптической стабилизацией заканчивая usb type-c стандарт usb 3.0 внутренняя память это высокоскоростной 64 гигабайтный нерасширяемый модуль emmc 5.0 цианоген ос в качестве прошивки а железным мозгом гаджета служит четырехъядерный snapdragon 801 в топовой комплектации с расширенным модемом lte zook z1 это технически навороченный монстр внутри и довольно дружелюбный снаружи смартфон минусом аппарата можно считать лишь размеры он на самом деле огромен пяти с половиной дюймовый экран с толстыми рамками сверху и снизу толщина почти сантиметр но определенно это лучший смартфон что у меня когда-либо был за его цену лучше на сегодня ничего найти невозможно да есть масса huawei и оппо есть ван пласту и много других достойных смартфонов от других производителей но они либо сильно дороже чем zook z1 либо я ими не пользовался и ничего о них сказать не могу так что звук получает от меня заслуженное первое место а на этом все напишите в комментариях как бы вы распределили места и как бы выглядел в ваш топ 10 лучших смартфонов 2016 года не забудьте подписаться на канал поставить лайк этому видео и поделиться этим роликом с друзьями до скорой встречи